Привет, Хочу Знайки! Сегодня будет слегка необычное видео, но оно вам точно понравится, поэтому устраивайтесь поудобнее и смотрите! Думаем мы все хоть раз в жизни попадали на камеру контроля скорости за слишком быструю езду, но представьте себе, что вы едете по дороге и попадаетесь на камеру с ногами. Приятный теплый душ – это всегда хороший способ начать день, но в этом шоу-розыгрыше это не совсем так. Все начинается как обычный душ до тех пор, пока ничего не подозревающие жертвы не поймут, что у них есть нежелательный посетитель. Представьте себе, что вы сидите и ждете, когда что-то произойдет, и вдруг весь стол раздвигается. Она не единственная, кому так не повезло. Есть много разных способов заставить людей перестать мусорить. Для начала достаточно простого знака, или вы можете сделать то, что сделал этот парень. Возможно, это один из самых креативных способов заставить людей не выбрасывать свой мусор. Представьте себе, что вы сидите в аэропорту и ждете своего рейса, когда перед вами человек садится и начинает читать газету с вашим лицом на обложке. Если вы увидели это, вы бы напряглись, верно? Что ж, компания Nivea рассчитывала на это, когда собирались провести стресс-тест, в ходе которого использовались фальшивые газеты и фальшивые выпуски новостей, сделанные с целью создать впечатление, что человек находится в бегах. Розыгрыш закончился тем, что появились немецкие полицейские. Все верно, все это был тщательно продуманный розыгрыш для рекламы дезодоранта. Прогулка по стеклянному мосту требует определенного рода мужества, которого, как нам кажется, у нас нет. Поэтому даже не можем представить, что будет твориться у нас в голове, если мы услышим треск стекла под ногами. К счастью для этих туристов, это была просто иллюзия с видеоэкранами и звуковые эффекты. Но это не делает розыгрыш менее страшным. Этот парень был так напуган, что чуть не бросил свой гаджет. А эти парни оснастили свой грузовик новым железнодорожным гудком и начали ездить по городу, пугая людей несносным шумом. Как вы могли заметить по выражению лиц, с некоторым людям звук очень не понравился. Но ребята не знали, что их выходка закончится вот так. Не разыгрывайте человека, который собирается отдать вам еду, если вы только не хотите, чтобы она оказалась у вас на коленях. Если вы ищете способ устроить розыгрыш в эпоху мелового периода, у нас есть решение для вас. Купите себе костюм динозавра. Поверьте, не важно, что они вымерли миллионы лет назад. Если вы пробежите по коридору как один из динозавров, это гарантированно заставит всех, кто попадется вам на пути, кричать от ужаса. Есть простые розыгрыши, а есть розыгрыши, которые требуют гораздо больше усилий. К счастью, создатели фильма «Заклятие 2» были готовы пойти на все, если это означает, что они смогут подарить своим фанатам самый большой испуг в их жизни. Когда наступило время шоу, они проводили своих жертв в комнату, которая была оснащена мерцающим светом, двойниками и одним очень страшным двойным зеркалом. Мы все согласны, что если ваш розыгрыш включает в себя уничтожение машины вашего друга, то это, скорее всего, даже не розыгрыш. А что будет, если ваша машина – Феррари, а ваше оружие – болторез, и, что еще хуже, это был даже не его автомобиль, а взятый на прокат. Ущерб стоил 35 тысяч долларов. Сцена с Валуном в фильме про Индиану Джонса является одним из самых известных в истории кино. Так что это был всего лишь вопрос времени, когда кто-нибудь попытается воспроизвести ее. К сожалению, эта девушка оказалась менее подготовленной к встрече с Валуном, чем Индиана Джонс. Представьте, что вас ведут в маленькую комнату и просят подождать. Перед вами на столе лежит подарок. Вы открываете его и обнаруживаете внутри таинственную красную кнопку. Вы нажмете на нее. Но если вы похожи на эту женщину и на всех остальных людей, то да, нажмете. А это именно то, что хотели организаторы. Потому что после того, как женщина это сделала, начался настоящий ад. Думаем, мы можем добавить LG в список компаний, которые не против запугивания своих клиентов, чтобы заставить их купить свой продукт. Потому что в этом ужасающем розыгрыше компания решила показать качество своих экранов, устроив розыгрыш в лифте, который выглядел примерно так. И это сработало. Некоторые жертвы даже пытались держаться за перила для безопасности. Если бы это случилось с нами, нам бы, наверное, пришлось подниматься по лестнице до конца своей жизни. Если вы когда-нибудь будете идти по улице и пройдете мимо красной двери с царапинами на ней, совет – не открывайте ее, это логично. В рамках рекламы фильма «Астрал 5. Красная дверь» компания Sony Pictures предложила сделать именно это. И некоторые люди оказались достаточно смелыми, чтобы открыть дверь. А некоторые, возможно, впоследствии пожалели об этом. Если вы действительно хотите получить работу, то собеседование часто может показаться ситуацией жизни и смерти. Поэтому даже не можем себе представить, что творилось бы у нас в голове, если бы мы пришли на собеседование, а тут произошло такое. Оказалось, что все это было подстроено той же компанией LG, которая доказала, что у них самые качественные экраны. Теперь понятно, почему бежать в укрытие от метеоритов было частью должностной инструкции. Когда эти люди остановились, чтобы помочь и дать дорогу, они не знали, что ступили в центр флешмоба. В этом участвовали даже велосипедисты. Возьмите на заметку, если вы придете в людное место и все вокруг вас упадут на землю, не пугайтесь. Это может быть просто искусная реклама ТикТока. В ходе пресс-тура фильма «Человек-невидимка» создатели картины решили вселить в журналистов тот же страх, который, по их мнению, зрители испытывают, когда ступают внутрь кинотеатра. Они сделали комнату для интервью такой, чтобы казалось, что «Человек-невидимка» заставляет вещи двигаться. Конечно, журналисты смеются, но видно, что многие из них были искренне напуганы. Эти эффекты настолько хороши, что мы думаем, что «Человек-невидимка» настоящий. Ну вот, как мы и обещали, видео было интересным. Увидимся завтра и не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны.